Теория заблуждений Теория заблуждений Теория заблуждений Теория заблуждений Один из его соратников, Никита Хрущев. Человек, который, в общем, знал достаточно много о Сталине, входил в его ближний круг. Зачем Хрущеву понадобились мифы? Начать с того, почему вообще настолько мифологизирована личность Сталина. Вы совершенно верно сказали, что личности подобного масштаба всегда мифологизируются. И не забудем о том, что история, в принципе, это по большей части всегда в значительной мере идеология. А в 20-м столетии мне всякого, в сомнении. В 20-м столетии тем более, да, это особенно ярко видно. И поэтому ничего удивительного в подобной мифологизации нет. Что касается мифологизации на Западе, совершенно верно было отмечено, что свою руку к мифологизации приложила эмиграция. Но нужно отметить, что эмиграция нескольких волн приложила свою руку к формированию целого ряда мифов. То есть первая волна эмиграции 20-е годы, затем хорошо нам известная волна диссидентской эмиграции Александр Солженицын. Это уже третья волна, была еще вторая. Согласен с вами, да. Таким образом, вот ответ, почему такое большое количество мифов. И значительный пласт, о котором мы, собственно, сегодня и говорим, это мифологизация внутри Советского Союза, идущая от, в том числе, соратников Иосифа Сталина, в частности, Никиты Сергеевича Хрущева. После смерти Сталина в верхах советского государства разгорелась очень интересная борьба. Я бы не сказал, что это была, собственно, борьба за власть. Скорее речь шла о том, что это была... Скорее речь шла о том, что кто кого скорее съест. Потому что все же и Никита Сергеевич, и другие соратники Иосифа Сталиныча прекрасно отдавали себе отчет в происходившем в стране. Прекрасно знали обо всех перегибах, которые существовали, и сами непосредственно в них и участвовали. В случае выдвижения кого-то вперед оставалась вероятность, что другие будут съедены, обвинены в этих перегибах преступлениях. Именно поэтому и была выбрана стратегия очернения Сталина. Но если есть власть, за нее будут драться, это понятно. Совершенно верно. И другой момент, культ личности Сталина, с развенчания которого и начал Хрущев, он же действительно существовал. Это неоспоримо, это даже глупо отрицать. И на фоне существующего культа личности любой из соратников Сталина, пришедшей к власти, перед ним неизбежно вставал вопрос легитимизации на фоне отца народов. Выбран был путь под такой вот легитимизацией через очернение, то есть втаптывание в грязь предшественника и вознесение на этом фоне. Дмитрий, ну прежде чем мы будем разбирать мифы, которые появились в ту эпоху, мне хотелось бы обсудить достаточно важный и знаковый момент. Вот получается, по факту, если смотреть ретроспективно, вот с нашего времени, то картина-то очень неприглядная. Потому что в результате репрессии 30-х годов во многом была выбита гвардия профессиональных революционеров. Они оказались все, ну если выражаясь юридическими вердиктами судов, то это все изменники Родины, наймиты всех возможных разведок, шкурники, предатели и все прочее. Значит, умирает Сталин. Один из первых шагов, да, на вахту вот этого вот преступника номер один заступил уже Лаврентий Берия, который тоже оказался под лицом, проходимцем, наймитым всех разведок аж с революционным стажем. Убрана фигура Хрущева. Но и в этом случае-то остаются опять же люди, которые оказались проходимцами и недостоинными. То есть у нас что, вся история получается с 17-го года, там условно по там 64-й, что страной правили одни проходимцы, негодяи и наймиты всех разведок? Ну это безусловно не так. Нужно отдавать себе отчет, что речь идет о во многом ритуальных приговорах. Естественно, Берия не был агентом всех возможных разведок, в чем был обвинен. Собственно говоря, в докладе 20-му съезду Никита Хрущева он говорит уже совершенно о другом. То есть он там не подтверждает приговор-то судебный и говорит о том, что Берия, собственно говоря, повинен, как это ни странно, в репрессиях 1936-1937-го годов. Что тоже, естественно, абсурд. Он, по-моему, в тот момент еще к этому не имел никакого отношения, он же в 1939-м возглавил. В 1939-м году, совершенно верно. Да, судебные приговоры во многом, благодаря и неопытности следственных органов, и неопытности судебной системы, и принятой в тот момент практике, носили ритуальный характер. Это с классическим, привычным нам сегодня правом, конечно, соотносится крайне мало, но нужно отдавать себя отчет в том, что это действительно было. Это было? При этом это ни капли не отрицает, конечно, того, что были и проходимцы, и реальные агенты разведок. Без этого тоже нигде не обходится. Глупо же отрицать, что в 30-е годы в Советском Союзе отсутствовал шпионаж иностранных держав. Все это было, конечно. И среди этих ритуальных обвинений есть и реальные, естественно, уголовные дела, реальные шпионы, реально совершенно выявленные спецслужбами. Ну, просто картина-то на самом деле достаточно неприглядная, потому что, смотрите, вот Ленинская гвардия приходит к власти. Следует избавление страны, я так это условно назову, от инакомыслящих. 20-е годы шахтинское дело, 30-е годы дело весна, 37-й наступает год, снова избавление от страны. Заканчивается кровопролитнейшая война, 27 миллионов человек, по последним данным, потеряла страна. Опять какие-то процессы идут. Умирает Сталин, процессы не заканчиваются, потому что выясняется, что вот есть еще Берия. Что же был тогда за строй, в котором одно, условно, поколение или плеяда негодяев и проходимцев сменялось в другой, точно такой же? Строй был довольно сложный, ведь нужно же отдавать себе отчет, из чего он вышел. Он вышел из Первой мировой войны, из Трехреволюций и Гражданской войны. Ни для кого не секрет появление такого феномена, как человек с ружьем, но его почему-то относят исключительно к революционным матросам. Но ведь все соратники, вся Ленинская гвардия, вся советская верхушка того времени, они все вышли из подпольной работы, они все вышли из революционных действий и сражений Гражданской войны. Да, было довольно упрощено представление о политической борьбе, а не продукты своего времени. Да, собственно говоря, политическая борьба превратилась вот в такие репрессии. Тут, видимо, стоит признать, да, это были политические репрессии. А разве сейчас с этим кто-то спорит, что это не были политические репрессии? Вы знаете, к сожалению, как это не смешно, доходит и до оспаривания того, что это были политические репрессии. Я, наверное, вложил в какой-то мере свою лепту своими работами, потому что меня почему-то записывают в искренние сталинисты, которые отрицают факты политических репрессий. А что же тогда было? Ну хорошо, если это не было политическими репрессиями, политическим процессом, это тогда как должно называться? Нет, я и говорю, что это были именно политические репрессии, конечно же. Тот факт, что я исследую эти вопросы, вовсе не означает, что я их отрицаю хоть в какой-то степени. Если я рассматриваю вопросы в их динамике и пытаюсь дать им объяснение, это не значит, что я говорю, что их не было. Они были, да, конечно же, просто мотивацию интересно было бы рассмотреть. Было бы интересно рассмотреть, как все происходило и, опять же, постараться избавиться от мифов, которые были многократно наслоены на эти вопросы, в результате чего мы дошли до 100 миллионов репрессированных при Сталине, авторства Александра Исаевича Солженицына. Ну, в общем... Это архипелаг ГУЛАГ, вы имеете в виду? Это выступление в испанском телевидении, если не ошибаюсь, после получения Нобелевской премии. В архипелаге он занизил цифру уже до 60 миллионов, потом до 40, если мне опять же память не изменяет. Ну вот подошли к мифам. Мифов во времена Хрущева родилось великое множество, и понятно, что разобрать даже половину из них в рамках одной программы невозможно. Но давайте попробуем разобрать самые живучие, которые до сих пор будоражат умы и сознания людей. Причём, вот я обратил внимание, что в чём коренное отличие на самом деле российского читателя, российского человека, интересующегося историей, от всех остальных, у нас всё это проходит через сердечную боль. Мы готовы до иступления спорить по вопросам, которые по большому счёту кроме нас самих уже никого давно не интересуют. Но при этом полемика в обществе, она не только ведь не стихает. Мне казалось вот в 90-х годах, что ну всё, что можно, уже рассказали, написали вот во времена там с 86-го по 91-й. Но наступил нулевой цикл, и всё это продолжилось с ещё большим остервенением. Теперь это уже идёт не только в средствах массовой информации, теперь широко распространён интернет, поэтому каждый может высказаться, в результате чего это принимает совершенно какие-то абсурдные уже формы. Ну вот один из самых устойчивых мифов, Сталин при объявлении войны испугался, испугался даже уже не очень понятно кого, то ли немцев, то ли своих соратников всех, то ли какого-то одного изверга, и скрылся на даче, где пил, по-моему, целую неделю горькую. Неделю, совершенно верно. При этом существует, в общем, достаточно серьёзный аргумент в пользу того, что это, в общем, как бы неправда. Существует журнал приёма посетителей в кабинете Сталина, где, в общем, показано, что человек там работал, по-моему, ну, чуть ли не по 20 часов в день. Да, совершенно верно. Миф этот, как я понимаю, времён Хрущёва. Да, этот миф, если мне, опять же, память не изменяет, я, к сожалению, не помню деталь на доклад на 20-м съезде, и в последующем при Хрущёве мемуары, собственно, партийных деятелей подвергались правке, именно для того, чтобы этот миф устоялся и уже вошёл в обиход. Дополнительное ему развитие дала как раз волна публикаций в конце 80-х, начале 90-х годов. Вы о них правильно упомянули, потому что это же ещё одна волна мифологизации. Почему, собственно говоря, дебаты в обществе продолжаются и идут со всё большим остервенением? Потому что, ну, допустим, в брежневские времена определённый образ истории устоялся. В конце 80-х, начале 90-х началась безумная ломка этого образа истории. Произошёл слом мировоззренческий полный. Как мы говорили, история в значительной мере, это всегда идеология. То есть произошла ломка мировоззрения, идеологии. И уже в постсоветское время произошло некоторое отрезвление. И сейчас я, на самом деле, наблюдаю, вот в сети интернет, в частности, некую волну уже наслаивания, скажем так, ультрапатриотических мифов на антипатриотические мифы начала 90-х. Ну, то есть у нас настолько был серьёзный удар, настолько серьёзно качнулся маятник в одну сторону, что сейчас, по-моему, идёт в значительной мере возвращение маятника уж совсем в другую сторону. Баланса у нас пока нет. То есть, ну, надеюсь, что такими передачами мы всё-таки постараемся достичь какого-то баланса, какого-то единого всё-таки взгляда на нашу историю. Потому что страна не может жить с таким искажённым представлением о собственной истории. То всё ужасно очернено, всё было чудовищно, там, кровавый режим, то вдруг всё было прекрасно, замечательно. Листина всегда посередине, не бывает простых ответов в таких сложных вопросах. Я абсолютно согласен. А почему тогда промолчали Ворошилов и Молотов? Вы знаете, насколько я понимаю, существовало... Микоян почему промолчал? Ну, промолчали, собственно говоря, все. То есть, ну, 20-й съезд зачитывался перед... Смотрите, доклад на 20-м съезде зачитывался перед... Ну, просто перечисленные мной, это как раз ближний круг Сталина, которые прекрасно, в общем, знали, что тогда происходило. Я не могу дать полностью ёмкого ответа на этот вопрос, потому что, ну, фактов у нас, к сожалению, на этот счёт нет. Никто из них не оставил конкретного ответа на вопрос, почему я тогда промолчал. Можно только предполагать. Ну, вот ваши предположения. Мои предположения... Ну, давайте вспомним, что после смерти Сталина вопрос об оттепеле был поднят всей верхушкой Советского Союза, начиная от, собственно, Берии и заканчивая Хрущевым. То есть, необходимость в какой-то мере признать перегибы понималась всеми. Берия бомбардировал секретаря ЦК представлениями о реабилитации незаконно... Ну, это Беревская амнистия, так называемая. Беревская амнистия, совершенно верно. Но Берия же при этом сам был первым кандидатом на козла отпущения, он возглавлял МВД, но он же при этом имел и архивы МВД, которые могли бросить тень на всех остальных соратников. Берия, поэтому, как наиболее опасная фигура, был устранен. Но я так понимаю, что после этого и возник некое единство интересов. То есть, после устранения самого главного соперника были достигнуты договоренности, некий пакт, который вряд ли был где-то заключен на бумаге, но было, по крайней мере, некое представление. Сейчас мы, собственно, устраняем внутренние дрязги и продолжаем руководить страной. Хрущев-то тоже ведь был выбран как компромиссная фигура, которая всех устраивала, в принципе, на этом. Он сам был замешан. Как и Брежнев потом уже. Как и Брежнев потом, совершенно верно. Никита Сергеевич сам был замешан в репрессиях, весьма неслабо. А кто у них там не был замешан? Вот хороший вопрос. Кстати говоря, ведь интересный момент. После смерти Сталина вся молодежь из руководящих органов была ведь устранена. Осталась только старая гвардия, которая, судя по всему, между собой этот пакт и заключила. Почему была устранена молодежь? Потому что молодежь-то как раз могла бы с полным на то основанием заявить, что мы-то как раз не причастны, а вы-то куда смотрели. Совершенно верно. Я думаю, что молчание было вызвано именно этим фактом. Вот очень тонкий психологический момент идёт заседание 20-го съезда. Понятно, что верхушка партии и Микоян, и Ворошилов, и Молотов, они знали уже некие намётки доклада. Вот меня всегда интересовал один момент. Что должны были чувствовать эти люди в момент, когда Хрущёв зачитывал закрытый доклад к 20-му съезду партии? Они-то понимали, что он в том числе о них самих? Душа политика потёмки. Что именно они по этому поводу думали, я затруднюсь сказать. Наверное, понимали, ведь намётки доклада Хрущёва подверглись критике. Микоян, если мне память не изменяет, там дополнял что-то и правило. Было очень много дополнений, правых. Собственно говоря, вокруг самого текста доклада разгорелась нешуточная полемика, которую тоже подавили. Но в последующем, конечно, Хрущёв разобрался со всеми критиками, знаменитая антипартийная группа. Но на тот момент, видимо, удалось всё-таки достичь какого-то консенсуса. Но и потом Хрущёв, собственно говоря, сам-то он о чём думал? Он ведь в том числе говорил и о себе. То есть, насколько вот мне представляется, на тот момент мнение было такое. Мы сейчас обвиним во всём случившемся предыдущую верхушку, тем самым показав, что мы были вроде бы, мы разоблачители, мы вроде бы были, ну может быть, частично в курсе, но не принимали в этом активного участия. Таким образом произойдёт и легитимизация на фоне Сталина, и некая индульгенция самим руководящим органам на тот момент. Ведь с критикой кого в первую очередь обрушился Хрущёв на 20-м съезде? Это Сталин и присный его Берия, который, пользуясь мнительностью Сталина, пользуясь его безграничным доверием, всё время нашёптывал ему, поощрял его паранойю, в силу чего и всё началось с партийных чисток 1937-го года и дальше пошло вплоть до... Ещё раз повторю, Берия никак не мог относиться к партийным чисткам 1937-го года и вообще к большому террору. 1938-1939 год его приезд из Грузии, собственно говоря, и когда он встал во главе МВД. Но, тем не менее, кстати говоря, тоже очень такой распространённый хрущёвский миф в отношении Берии. И до сих пор приходится слушать, что при Берии были в 1937-м году расстреляны миллионы человек. Но Берий в тот момент находился в Грузии. Да, совершенно верно. Занимался совершенно иными вопросами, хотя действительно в письмах жаловался о том, что душит он, в общем-то, тоскует по работе в силовом ведомстве. Ну да бог с ним. Хрущёв, когда устанавливал вот эти вот новые правила игры, вводил новые мифологемы про старт. Сталина, а он не отдавался отчёт, что тем самым нарушается некий дисбаланс в обществе? Вот почему. Я сейчас объясню, да, это очень важный момент. Ведь тогда было поколение, выросшее и прошедшее войну, понёсшее огромные потери, которое настолько сроднилось с мыслью, что Сталин – это Ленин сегодня, что громя культ личности товарища Сталина, невольно ведь затрагивалось и другое. Ведь Сталин – это человек всё-таки из ленинской команды. Я с вами совершенно согласен. Он, может быть, не играл первую скрипку в октябре 1917 года, он, может быть, не так прославился на фронтах гражданской войны, хотя это тоже спорно, потому что история с обороной царицына, она, в общем-то, достаточно показательна. Но это человек ленинской плеяды, это большевик с дореволюционным стажем, это человек, побывавший на каторге, побывавший в эмиграции. Да, он, может быть, не был самым глубоким теоретиком марксизма, но то, что это был знаковый достаточно человек для ленинской команды – это факт. Вопрос, наверное, даже не в том, что он был знаковым человеком для ленинской команды, хотя, несомненно, он таковым являлся. Вопрос в том, что действительно, как мы уже говорили, культ личности отрицать абсурдно, и люди за 31 год действительно свыклись с тем, что Сталин является олицетворением и государства, и общества, и идеи. Отдавал ли себе Хрущев отчет в том, что именно он ломает? Я думаю, нет. Потому что в противном случае следовало бы избирать принципиально иной подход к вопросу… А он существовал вообще принципиально иной подход? Да. Два варианта – либо громить культ личности, либо тогда продолжать всю эту историю. Либо продолжать эту историю, либо есть еще третий вариант китайский – 30% ошибок, 70% добра. А там было 70% добра? Это важный момент, о котором, кстати, тоже спорят. Ну, собственно говоря, во-первых, это спорный момент. Именно количественная оценка ошибок и добра, я бы сейчас не хотел в это углубляться, потому что мы сейчас уйдем оценка в какие-то совершенно шире дебри, понятно, что эта оценка в любом случае идеологическая. И в Китае она такая же идеологическая. И субъективная, несомненно. Но ведь это выход. Это объективно выход. То есть тот же Никита Сергеевич мог сказать, что… Нет, ну, понятно, что сейчас работает после знания. Понятно, что мы сейчас углубляемся в область альтернативной истории. Но Никита Сергеевич, в принципе, ничто ему не мешало сказать, что сложный период испытаний для нашей страны закончен. Период, требующий мобилизации и жертвенности, закончен. Да, в действиях товарища Сталина были и ошибки, которых там 30%, и наша партия их обсудит внутри партии, и там, допустим, даже на общественном обсуждении. Но нельзя отрицать там те же самые 70% благих дел, которые он сделал. Поэтому… Но главное, что этот период закончен, к счастью, мы построили тот и должны двигаться дальше. Дмитрий, а это все случилось. 30% ошибок и 70% хороших. Случилось просто в 80-е годы. Если вы помните то время, тогда же как говорили, да, да, это все было, да, ужасные сталинские репрессии, но зато мы выиграли Вторую мировую войну, зато мы запустили человека в космос. Самые глубокомыслящие люди с исторической точки зрения еще могли добавить, зато мы вскопали целину. Это же все было, только прошло 30 лет с тех пор. Ну, я бы не сказал, что это было именно в том… Ну, во-первых, это было уже после того, как Хрущев сломал, если угодно, хребет обществу ради своих целей. Это, во-первых. Во-вторых, в 80-е годы здравомыслящие люди, которые пытались что-то высказать по этому поводу, тонули в ворохе совершенно безумных публикаций «Огонька» и так далее, и вряд ли они были услышаны. Вот в чем большая беда. Услышаны были совершенно другие люди. Так этому тоже есть объяснение. Нам столько лет врал Агитпроп, а вот теперь мы узнали правду. Да, не буду сбрасывать со счетов такое объяснение, но не могу сбрасывать со счетов и воспоминания Александра Яковлева, идеолога ЦК КПСС и соратника Горбачева, Вы имеете в виду Крестосев, высший в 96-м году? Я имею в виду, в частности, его статью в обведении к «Черной книге коммунизма». А это как раз отрывок из Крестосева? Видимо, я, к сожалению, просто не знаком именно с Крестосевом, где он признается, что была спланированная программа, согласно которой по культу личности Сталина нужно было ударить культом личности Ленина, затем по Ленину ударить нравственным либерализмом и показать, что преступен был не Сталин, преступен был не Ленин, а сама система преступна. Ну и, собственно говоря, была конкретная идеологическая программа по развалу, вновь по развалу идеологической матрицы общества. В эфире программа «Теория заблуждений» в студии Армин Гаспарян. У нас в гостях историк Дмитрий Лысков. Беседуем мы сегодня о мифах про Сталина времен Хрущева. Дмитрий, мне, как человеку, который в 90-х годах перечитал весь высший на тот момент пласт литературы про Третий Рейх и Адольфа Гитлера, было достаточно удивительно встречать в нашей публицистике, в нашей исторической науке утверждение, что Сталин воевал по глобусу. И что в кабинете у него в Кремлевском стоял глобус, и он там, значит, трубкой проводил, здесь будет послевоенная граница, вот это мы сюда отдадим, здесь, значит, будет какая-нибудь там, условно, следующая, там, 29-я Советская Республика. Не путают его с другим политиком того времени, собственно говоря, проигравшим Вторую мировую войну? Это у него стоял в кабинете глобус. И по Сибири-то он провел карандашом. Собственно говоря, открываем доклад 20-му съезду Никиты Сергеевича Хрущева и читаем. Никита Сергеевич обращается к съезду и говорит, в это трудно поверить, но фронтами Сталин командовал по глобусу. В комментариях шум в зале. Брал и показывал, и планировал по глобусу фронтовые операции. Говорит, что шум. А начальник генерального штаба во время Великой Отечественной войны маршал Василевский что по этому поводу сказал? А что по этому поводу сказал начальник оперативного управления генерального штаба генерал Антонов? Во-первых, заметим, что фронтовые операции Сталин планировать не мог. Для этого есть генеральный штаб. То есть по глобусу ли, по карте ли, в любом случае операции по компасу он не планировал. Он осуществлял общее руководство, а планированием операции занимаются компетентные органы, генеральный штаб и далее по военной иерархии. Что сказали по этому поводу военные? Ничего не сказали. Я думаю, что по одной простой причине существуют субординации и военные в Советском Союзе, да и сейчас в России не лезут в политику. Армия вне политики. Но это наша давняя боль и беда, начиная с времен Николая II. Я не думаю, что это боль и беда, потому что армия, влезшая в политику, это один из симптомов гражданской войны. Это с одной стороны. А с другой стороны, армия, которая дистанцируется всю жизнь от всего, это тоже не есть хорошо. Это та проблема, о которой писали-то очень многие в той же эмиграции, что армия оказалась не готова к повороту февраля 1917 года. Абсолютно. Она не представляла себе, что это такое, поскольку армия вне политики. Ровно такая же проблема была в эмиграции, где был Русский общевоинский союз, армия вне политики. Чем закончился РОС, превратился в мемориальную организацию, такой мини-памятник самим себе. Это другая история. А не кажется ли вам, Дмитрий, что военные промолчали и тем самым выставили население страны, русских, если угодно? Да, под русскими я в данном случае понимаю абсолютно все народы Советского Союза. Да, это устоявшееся в общем определение. Да простите меня, идиотами, которыми руководит какой-то дикарь, который по глобусу пытается спрогнозировать наступление фронтов. Ну, давайте тогда все-таки смотреть на первопричину. Идиотами выставил ли, не военный, идиотами выставил Никита Сергеевич Хрущев, который эту чепуху нес. Ну, а военные, которые подчиняются и выполняют такую околесицу. Нет, ну тогда бы я спросил даже о другом. Почему, собственно говоря, все делегаты съезда, которые там присутствовали, не воскликнули, боже, какая чушь? Это из той же серии. Я хотел бы задать этот вопрос. Из той же серии. Такова была структура общества на тот момент, которая не позволяла сомневаться в истинности партии. Хотя я думаю, что разговоры на кухнях, в курилках и так далее по этому поводу шли, и вряд ли это не обсуждалось совершенно. Но существовал агитпроб, существовала в том числе литературная машина. Мы прекрасно знаем, сколько раз переписывались под давлением цензуры литературные произведения. Взять Симонова. Ведь Симонов живые и мертвые, но это же просто кладезь мифов, причем хрущевской поры. Там же просто миф на мифе сидит и мифом погоняет. Но было бы трудно ожидать от этого произведения что-то другое, если вспомнить эпоху, когда это создавалось. Естественно. Так шло активное формирование общественного мнения именно в эту сторону. И Симонов тут яркий пример. А возражений? Возражений не было. Да, диссидентское движение в тот момент переключилось на значительно более интересные факты из жизни Иосифа Виссарионовича и из времени его правления. И Хрущев, как и было, видимо, им задумано, предстал весь в белом... Мы же прекрасно помним поколение шестидесятников, которые из Хрущева создали культ личности, вполне сравнимый с культом личности Сталина. А между прочим, этот культ прекрасно живет и до сих пор. Прекрасно живет, совершенно с вами согласен. От Хрущева просто откинули катастрофу условно Целины и совершенно нелепую выходку с посевом кукурузы, где только можно. Я отмечал очень интересный нюанс, когда работал над одной из своих книг, ведь поколение шестидесятников, превозносящее Хрущева, вы совершенно правы, этот миф и этот культ существуют по сей день. Это преимущественно советская интеллигенция, причем образованная интеллигенция, культурная интеллигенция. Вряд ли бы она простила любому другому человеку, если бы он снял на заседании ООН ботинок и стучал бы им по трибуне. Ну и заодно пообещал некоторым похоронить. Совершенно верно. Но для Хрущева это совершенно нормально, это игнорируется. Хрущев, разоблачивший кровавую тиранию Сталина, является фигурой с обязательным позитивным знаком, причем ему прощается все. Очень интересно выглядит эта позиция борцов с культом личности Сталина. В смысле, с культом личности Сталина-то они борются, да, но на себя взглянуть. А результат-то всего этого, в общем, достаточно печальный, потому что у нас, допросите меня за грубое и может быть даже бранное слово, но у нас одна патологическая дурь сменила другую. Потому что мы сначала говорили о том, что у нас была непобедимая, несокрушимая Красная Армия, которая могучим ударом отбросит любого агрессора, завершит войну на чужой территории и малой кровью. Сначала это было. Понятно, что Великая Отечественная Армия пошла несколько по иному сценарию, но надо просто и учитывать силу вермахта на тот момент. А вот начинаются времена Хрущева и песни, что все было плохо, оружие, ну им только, я не знаю, там, коров пасти, танки горят как спички, пушек у нас не было, поэтому пришлось из музея стащить, значит, пушку, которая отстояла Москву в 1812 году и шарахнуть из нее по агрессору, только тогда, значит, остановили под Москвой. Самолеты наши, у нас все, что связано с авиацией, у нас есть ли кого цитирует только Рычагова, который сказал, вы заставляете нас летать на гробах. Уже даже не уточняется, на чем именно кто летал. Кто назовет-то вообще хоть один самолет Победы? Да никто. Кто? Потом наступают 80-е годы. И выясняется, что нет, на самом деле у нас было такое оружие, что мы могли сокрушить весь мир целиком. Никто не был нужен. Ни Америка, ни Англия, никакой ленд-лиз. Это, значит, тоже Сталин играет в дипломатические игры. Наступают 90-е годы. Апогеи, я считаю. Вышли книги... Полное развенчание всего. Вышли книги Суворова, которые перевернули и без того эту кособокую конструкцию вверх на голову. И дальше начинаются мифы 2000-х годов. Появилась целая плеяда молодых авторов, которые опять вернули это все Крущевским истокам, что страна ни к чему не была готова. Оружия никакого не было. Одна винтовка на троих, разутые, раздетые. Уже дошло до того, что показана фотография добровольцев армии Колчака 19-го года перед сибирским ледяным походом с подписью «Отступление советской армии под Харьковом в 1942 году». Да, мифологизация зашла... достигла каких-то уже гомерических пропорций. Я с вами полностью согласен. Но вот как теперь выходить из этой ситуации? Вы знаете, в первую очередь, я думаю, нужно отбросить эмоции и дать слово историкам. А историкам дали слово? Они могут получить такую сатисфакцию, о которой раньше-то не мечтали. Вы зайдите в книжный магазин, вы посмотрите, что там творится. Да, я захожу в книжный магазин, и я смотрю, что там творится. В общем-то, меня это не очень радует, прямо скажем. Мой любимый магазин на Лубянке переполнен литературой на любой вкус. Он переполнен литературой вот именно на любой вкус. И сейчас, если раньше общество просто долбали идеологемами, и общество металось туда-сюда, то сейчас, на мой взгляд, общество окончательно развалилось по группам интересов. И тем, кому хочется читать про Сталина в изложении, допустим, Юрия Мухина, они будут читать Юрия Мухина исключительно. И вот следовать этому ключу и полагать, что всё было замечательно, что Советская Армия была прекрасна. Но он не один такой Юрий Мухин. Нет, давайте вечно называть свои имена. Давайте, да, не будем уже переходить на конкретные личности, что-то я... Тут действительно речь не в каком-то конкретном авторе, которые будут писать, что Советская Армия совершенно замечательно сражалась о гигиене, заботилась так, что вшивости не было вообще, потому что бань устроили, каждую неделю мылись, да, у фрицев вот некультурных бань не было, а они дустом себя постоянно посыпали, со вшами боролись. Но это же вообще не соответствует действительности, ну, ни в одном из утверждений. Но это есть, это патриотический миф новый, что у нас всё было неплохо, а, напротив, хорошо. Бескультурные, там, гитлеровцы... Это следствие продолжавшихся действительно многие годы идеологических, продолжавшихся многие годы идеологической обработки, формирования всё новых и новых мифов, которые завершились к концу советской действительности и началу российской действительности полным, тотальным очернением всего. И, как вы верно сказали, произведениями Суворова, которые просто перевернули ситуацию уже вообще с ног на голову. Сейчас, мы уже говорили об этом, маятник качнулся очень сильно в другую сторону и начинается доказательство того, что да нет, всё было совсем не так, всё было прекрасно, да, и у нас-то было всё совсем замечательно. Так вы всё равно-то на выходе всё это возвращается в тот самый доклад о культе личности и его последствиях. Потому что это же в побольше части вот оттуда-то идёт. Совершенно верно. Но даже не из самого доклада идёт, а именно из той ситуации, при которой Хрущёв, как я уже говорил, сломал идеологический хребет обществу того момента, того времени. Мы получили то, что получили, да, несомненно, всё пошло в разнос, и я, в принципе, согласен с многими исследователями, которые утверждают, что развал Советского Союза начался, собственно, да, с доклада о Хрущёвном 20-м съезде. Едва ли не краеугольным камнем всех возможных мифологем той эпохи о жизни этой же страны в 30-х годах, что характерно, является дело Тухачевского. Это совершеннейшее даже не фантасмагорие. Это уже надо, наверное, как-то иначе называть. И по большому счёту, это всё достойно пера опытного психиатра. Потому что Хрущёв, рассказав про титана мыслей дел Тухачевского, которого не понимали глупые конники, он создал весьма живучий миф, что вот этот-то человек точно бы сокрушил бы любого агрессора. Ну, если не 22-го, то 23-го июня уже всё закончилось. Значит, гения истребили. С ним истребили ещё плеяду не менее гениальных людей, фамилии которых уже никому ничего не говорят, потому что я не так давно задал в интернете вопрос. Коллеги, скажите, а кто такой Око Городовиков? Вы хоть знаете, вот вы его воспели. Вы книгу-то его читали хотя бы? Вы понимаете, что это за человек был? Или там Конкор Примаков, или Штерн. Вот это плеяда гениев, истреблённые. Никакого, естественно, заговора не было. Кристально честные люди. Ну, в общем, Моисей и скрижали. Издана была первая биография Тухачевского. Я с гордостью держу у себя дома первое издание. Лев Вениаминович Никулин, горячо мною любимый. Где в книге не сказано вообще, что стало-то с Тухачевским? Там одна строчка. Пал жертвой наговора врагов. Никаких там ни показаний друзей Тухачевского, ни его особо, ничего нету. Значит, в результате общества к 2012 году пришлось с чёткой мыслью, что Тухачевский был гений всё-таки. Паранойик Сталин истребил всю плеяду потенциальных спасителей отечественных. Всю верхушку армии. Да. Весь командный состав. Естественно, мы же, если верить этому мифу, подошли к Великой Отечественной войне исключительно с офицерами, имеющими три класса образования. В лучшем случае. Командирские курсы и тут же фронт. То есть, ну, всё ясно, естественно. При этом упорно продолжают ссылаться на красную папку, которую до сих пор почему-то не могут предъявить. Хотя есть заключение комиссии при ЦК КПСС, которая говорит, что нет этого. Красная папка не фигурирует в протоколах допроса. Тухачевского, слава богу, и это уже опубликовали. Ссылаются при этом на начальника гитлеровской разведки, которая на тот момент к делу Тухачевского имела весьма мизерное отношение. Да, естественно, тут же приплетена русская миграция. Уже Скоблин перепутан с Туркулом. Скоблин вообще превратился... Вот у нас здесь был Олег Геннадьевич Гончаренко, автор книги как раз про русскую миграцию. Я ему сказал, что Скоблин это современный пергюнтв, только с обратным знаком. Всё, что случалось славно у нас, видите, считалось делом рук его. До каких пор ещё эта история будет так будоражить умы? Ну неужели так сложно признаться, что ради того, чтобы каким-то образом вынести себя за скобки в очень, на самом деле, некрасивом процессе 30-х годов, потому что известно, в общем, что Тухачевский встречался со Скоблиным. Да, есть свидетельство семьи генерала-майора Николая Владимировича Скоблина, который, в общем, не является секретом для любого человека, кто хотя бы как-то интересуется этой темой. Понятно, что путно встречался. Ну, давайте уже скажем открыто. Да, это была борьба за власть. Да, Тухачевский действительно что-то такое готовил. Но из этого ведь абсолютно не следует вывод о гениальности Тухачевского, во-первых. И во-вторых, ну почему вы доверяете воспоминаниям Шелленберга, который пустил под нож золотые царские бумажные червонцы? Ну это же надо насколько себя самих не уважать. Давайте начнем с того, что сама по себе история военного заговора в РККА и чисток в РККА, ну в значительной мере не столь существенна. Но если абстрагироваться и рассматривать ее саму по себе, то там и без военного заговора достаточно материалов, достаточно взглянуть на состояние армии в 30-е годы. Я вот помню, например... А вам на это скажут, за такое не расстреливают. В демократическом обществе. В демократическом обществе за такое, несомненно, не расстреливают. Я прекрасно помню, как то ли под конец перестройки, то ли в начале в самом российской демократии прошла информация, а потом и видеозаписи с острова Русский, на тот момент базы Тихотеанского флота, где солдаты в результате голода дошли до состояния дистрофии. На тот момент это был шок. Как? Как это может быть? Это то же самое было в 30-е годы. Так вот, то же самое в 30-е годах было в армии в значительно больших масштабах. Да, в начале 90-х годов за это действительно никого не расстреляли. Слава богу, хватит уже крови. К крови страна пролила много. Я не призываю, несомненно. Нужно же понимать разницу между 30-ми годами. Гражданская война закончилась, дай бог, в самом идеальном варианте, 10 лет назад. А если все-таки посмотреть на вещи и называть их своими именами, то гражданская война велотекущая еще продолжается на окраинах. Борьба с басмачеством все еще идет. Да, но больше того, она и до 40-х годов дотянулась в велотекущем режиме. В велотекущем режиме. И уж, наверное, за материалы исследования положения солдат, когда они ходят в деревянных опорках или лаптях, когда они не доедают, все завшивленные и оружие в руках не держали, ну, наверное, в таких случаях применялись определенные санкции, в том числе командному составу РКК. Потому что забываю, что Пахачевский-то имел к этому самое непосредственное отношение. Он же заместитель наркома был. Я говорю, тут без самого заговора-то достаточно материалов. К тому же, ну, заговор-то он был. Был, и Минаков прекрасный книг, доктор исторических наук написал, который так и называет, заговор был. О чем спорить-то? Таким образом, я еще раз говорю, сама вот эта вот история с чистками в армии, она по большому счету не принципиальна. Она принципиальна только в каком смысле? Она принципиальна исключительно в контексте, заданном Хрущевым, что из-за уничтожения командного, высшего командного состава Красной армии мы понесли потери в первые месяцы и первые годы Великой Отечественной войны. Мы понесли немыслимые потери, враг дошел до Москвы. Но, опять же, зачем Хрущеву была нужна эта идеология? А кто отвечал за строительство и образоспособность уров на границе, в частности, Киевска? Это, кстати, хороший вопрос. А кто отвечал? Многие это просто не знают. В том числе Никита Сергеевич Хрущев. Но это же, опять же, никак не мешает мифу про хорошего человека Хрущева и отличного человека Пухачевского. А то, что киевский УР, извините, был небоеспособен, это, конечно, мало кого интересует. Вот в результате 2012 год в обществе царит, я бы не назвал это непониманием собственной истории, это да бог бы с ним, желающие разберутся, слава богу, и документы доступны, могут почитать, и исследования серьезные. Но в обществе царит у обывателя убеждение, что Советский Союз был какой-то вот неправильной страной. Вот мягко говоря, неправильной. С одной стороны, вроде как был гениальный вождь, который умудрился Гитлера сокрушить. Ну, правда, по глобусу. И с одной винтовкой на троих. А с другой стороны, талантливых людей вообще же не осталось. Ну, потому что, ну, если параноик истребил всех вообще вокруг себя. Нет, ну, понятно, все господа в Париже, а кто не в Париже, тех расстреляли то ли в 17-м, то ли в 37-м. Причем это во многом-то тоже, господа, потому что, извините, лейб-гвардии Семеновского полка поручик Тухачевский. Да, генерал фон Ламп очень однозначно написал у себя в дневнике, что наш Семеновец, и интересные есть нюансы, о нем же никто не хочет говорить, как обычно у нас. Генерал фон Ламп – лютый враг советской власти. Кстати, он был во времена Хрущева еще жив, и мне бы очень хотелось бы добраться до дневников фон Лампы, почитать, что он написал после этого доклада. В 37-м году генерал фон Лампы пишет, что для страны, это пишет, подчеркиваю, белогвардейский генерал, будущий начальник Русского общего воинского союза, ближайший друг Вранглии, он пишет, для страны счастье, что верх не взяла группа Тухачевского. Это очень показательный момент. Вот казалось бы, да, другой должен был бы горевать и рвать на себе волосы от досады, что наш-то Семеновец мог скинуть, но фон Лампы дают диаметрально противоположную оценку. Ну, мы только что обсудили положение в армии на момент Тухачевского. Но фон Лампы не был близок к той армии, он мог этого просто не знать, что здесь творилось в гарнизоне Мендюки. Но нашим послезнанием мы обладаем еще и этой информацией, поэтому что тут обсуждать еще? Тут, по-моему, все понятно. А то, что страна получилась какой-то вроде бы неправильной... Кособок, ее стали называть Кособок. Я же не случайно употребил в первой части вот это вот определение Кособокая конструкция. Я же стал сталкиваться с определением Кособокая страна, потому что сравнивают вот эти вот векторы, и непонятно, как это все могло существовать. Вот у нас ведь как? У нас же чекисты все плохие, абсолютно. У нас нет ни одного хорошего. Нет, ну а что вы хотите после стольких лет демонизации, откровенной демонизации? Нет, у нас все чекисты плохие, но тут начинается самое интересное. Они все плохие с 17-го по 41-й. С 41-го по 45-й они все хорошие, потому что помогли отстоять страну. Ну нет, органы СМЕРШ же как же, а НКВД... Нет, подождите, у нас СМЕРШ, слава богу, так быть воспетными в обществе, как СМЕРШ всем остальным. У нас в августе 44-го уже, по-моему, даже в школьный курс внесли. А 45-го по 91-й опять все плохие. Ну да, преследовали несчастных диссидентов и так далее и тому подобное. Нет, ну а что вы хотите? И само государство примерно так же и развивается. У нас есть светлый период с 41-го по 45-й, когда страна... Светлый период это 27 миллионов погибших, я так на секундочку уточняю. Это светлый период в стране. В кавычках. Естественно, но если мы посмотрим на современную идеологию, то из всего советского периода у нас косовокая современная идеология, вот что несомненно. Но из всего советского периода, да, раньше была кровавая гражданская война, репрессии и вот светлый период Великой Отечественной войны, из которого мы выходим победителями. Дальше, ну может быть, чуть-чуть хрущевской оттепели. И опять мрак, карательная психиатрия и, наконец, этот нежизнеспособный кособокий строй развалился, ура. Мы получили то, что получили. Теперь из нашего сегодняшнего дня мы смотрим в прошлое и думаем, что же в нём такого кособокого-то было, что же у нас так плохо-то вокруг сейчас. Как-то ведь даже странно, да, вот вроде бы и свобода, и демократия, и всё вроде бы ради этого ломали, а что-то вот не то же творится. Начинаются обратные копания. Может быть, там всё-таки было что-то не то. Мне вот очень понравилось, читал на днях высказывания одного из писателей, где он заявил о своём отношении к Советскому Союзу. Пишет, что мне доказывают, что Советский Союз. То, сё, пятое, десятое. Может быть, говорит, Советский Союз у меня что-то отнял? Так нет, Советский Союз мне всё дал. И образование, и здравоохранение, и бесплатные лагеря, и так далее, и тому подобное. Не он мне должен. Лагеря, вы имеете в виду пионерские, я надеюсь? Естественно. Но тут при слове лагерь-то другая ассоциация у людей. Естественно. То есть, ну, нужно более-менее объективно подходить к ситуации. Ещё раз вернёмся к тому, что, да, что делать со сложившейся в обществе вот этой кособокой идеологией. Нужно подходить к ситуации более-менее взвешенной. Всё-таки не кидаться в мифы, не кидаться из стороны в сторону, а попытаться проанализировать события. А не получится. Потому что, смотрите, вот мой любимый канонический пример, последнее, что я успею сегодня с вами обсудить, это советская разведка 30-х годов. Значит, вроде как были успехи в 20-х, но несомненно, и действительно были. Кто бы спорил? И Сидней Рейли, и Синдикат-2, и Операция Трест, и Синдикат-4, и Синдикат-5, тогда можно долго перечислять. Шпион начинается в 30-е годы, что-то пошло в датском королевстве не так, под нож 100 нелегалов сразу. Дальше появляется Никита Сергеевич Хрущёв на авансцене, который говорит о том, что истребили гениев. Опять, у нас же вот каждому отдельно взятому человеку подходить не любят. У нас скопом. Либо скоп врагов, либо теперь скоп гениев. И при этом, если уж истребили, и уже нельзя доказать обратного, то уж теперь-то можно сказать, что, конечно, если бы не они, если бы не их истребление, то всё бы пошло совершенно иначе. Значит, скоп гениев просуществовал до 1985 года, стали опять разбираться, стали начинать появляться какие-то документы, появилась, значит, история с Артузовым. Стало выясняться, что действительно, ну, не всё-то там было так гладко, стали разбираться в разведке, пришли к поворотной точке сознания. Значит, все всё-таки были плохи. Расстреливать, да, не надо было, надо было наказать, потому что всё равно они были плохи. Один только хороший человек оказался, руководитель разведки товарищ Минжинский. Он был хорош не потому, что он добился каких-то знаковых показателей на профессиональной ниве, он был хорош по другой причине. Он знал 17 иностранных языков. Но это же абсурд. Ну, какое отношение имеет стремление Минжинского выучить фарси, чтобы читать в подлиннике Амар Хаяма к достижению советской разведки? Человек, который это пишет, он отдаёт себе вообще отчёт, что он делает. Вы замечательно формулируете последовательно, причём мифологемы, которые действительно наслаивались, 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 наслаивались. Хрущёв, напомню, заявил, что Сталин не верил советской разведке, которая совершенно чётко докладывала ему дату начала Великой Отечественной войны. Только при этом он забывает уточнять, насколько противоречивы были донесения всех возможных наших разведчиков. Совершенно верно. И говоря в данном случае о советской разведке, нужно учитывать, действительно, какие... Просто вот не беря в данном случае личности, не беря в данном случае их деятельность, нужно учитывать, какие донесения поступали в службу внешней разведки и из неё на стол Сталину в Кремль. Напомню, что тогда у службы внешней разведки не было аналитической службы, которая бы соотносила эти донесения практически, ну, с небольшими, естественно, купюрами, там, именно агентов. И пояснениями. И, да, шли непосредственно на стол Иосифа Виссарионовича. Который всю это вынужден был читать. Который это читал, совершенно верно. Но ведь значительный массив этих донесений на данный момент опубликован. Это ведь действительно донесение из цикла «Прачка» одной женщины, живущей неподалёку от штаба группы, такой-то сообщила через своего знакомого о том, что, наверное, и далее. Нет, очень любят приводить пример, когда Сталин, явно уже выйдя из себя, послал одного из агентов... Не будем цитировать, куда он именно его послал. Наверное. Но давайте представим себе, на стол каждый день ложится папка с огромным массивом подобных материалов. Предвоенный период. Действительно важнейший вопрос, когда же будет нападение гитлеровской Германии. Я не буду говорить, что все материалы были исключительно из цикла «Одна бабка сказала». Там были и вполне вменяемые... Но Брайтенбахт доложил в результате. Совершенно верно. Насколько по тем же самым донесениям прошло, во-первых, просто недостоверной информации, а во-вторых, откровенной дезинформации, которую готовили гитлеровские специалисты и которую специально вбрасывали. Ведь дата начала войны варьировалась на протяжении чуть ли не трёх лет, чуть ли не каждый день. И вот Сталин получает доклад подобного рода, где, наверное, в папке, я не знаю, указано 20 дат возможного начала войны. Но, наверное, на 19-м подобном донесении он просто в сердцах пишет адресату. Но это уже, Дмитрий, совсем другая история, в которой ещё, наверное, действительно надо разбираться, потому что мифы времён Хрущёва о Сталине, они проросли уже, соответственно, и в ту степь, дали уже всходы благополучно, и даже не один урожай этих всходов. И судя по той динамике, которую я лично наблюдаю, бывая в книжных магазинах, явно процесс этот не остановится в ближайшее время. Соответственно, мне, наверное, будет о чём говорить ещё пару лет, так точно. Спасибо, что пришли сегодня, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у нас был историк Дмитрий Лысков. Беседовали мы о мифах про Сталина времён Хрущёва. Перед тем, как попрощаться, мне остаётся только сказать, что в июне в российском издательстве «Вечи» вышел первый сборник по циклу «Теория заблуждений», 16 интервью с лучшими российскими историками по теме «Вторая мировая война». Так что теперь «Теория заблуждений» — это не только радиопрограмма, не только видеоверсия, но ещё и книга. Желающие могут спрашивать её в книжных магазинах. Теперь уже точно всё. Я, Армин Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго. И помните, грядущему всегда предшествуют его тени. Теория заблуждений